Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Наимии. И сегодня мы будем с вами читать 12 главу этой книги. Вот так описывается содержание этой главы. В данной главе приводится сохранившаяся запись имен главных священников и левитов, пришедших вместе с Арвавелем. Родословные первосвященников, имена следующего поколения главных священников, имена выдающихся левитов во время Наимии. Описание торжественного посвящения Иерусалимской стены, описание учрежденного служения священников и левитов в храме. Теперь мы переходим к самому тексту. Первый стих. Вот священники-левиты, которые пришли с Арвавелем, сыном Салафииловым и с Иисусом. Далее перечисляются имена этих священников. А потом 10 стих, 11-й, потомки первосвященника по имени Иисус. Этот первосвященник пришел с Арвавелем. Далее список священников во времена первосвященника Иакима. Это с 12-го стиха по 20-й стих, список имен левитов с 22-го по 26-й стих и далее освящение стен Иерусалима. Я зачитаю с 26-го стиха. Они были во дни и Акима, сына Иисусова, сына Иосадекова, и во дни области начальника Наимии и книжника Ездры, священника. Образ Наимии – это образ деятельного мирянина, который взял на себя всю диканию, все социальные служения. А образ книжника Ездры, священника – это образ священнослужителя, который благодаря трудам Наимии мог осуществлять свои религиозные реформы по возрождению служения храма. И мы читаем далее. При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со словословиями и песнями при звуке кимвалов, псалтырей и гуслей. Но так же делается и в наше время, когда какое-то торжественное событие собирают священников из самых разных храмов в рамках епархии. 28 стих. И собрались сыновья певцов из округа Иерусалимского и сел Неттофавских и ниже, из Беф-Гаги-Лата и спалей Гивы и Азмовета. Потому что певцы выстроили себе села в окрестностях Иерусалима. Имеется в виду певцы-левиты, которые пели по степеням. Имеется в виду ступени, которые ввели к храму. Одна степень становилась на одну ступень, другая на другую. И они пели попеременно. И вот антифонное пение, когда два клироса поют попеременно, как раз берется от этого момента. А какой-то момент левиты начинали петь все вместе, прекратив антифонное попеременное пение. «И очистились священники и левиты, и очистили народ и ворота и стену». То есть очень важно, когда священнослужители и левиты певчие, и народ, готовясь к важному событию, очищаются. «Тогда я повел начальствующих в Иудее на стену и поставил два больших хора для шествия, и один из них шел по правой стороне стены к навозным воротам. За ними шел Гошая и половина начальствующих в Иудее. Азария, Ездра и Мешулам, и Юда, и Вениамин, и Шимая, и Иеремия, а из сыновей священнических с трубами Захария сын, Иенофана, сын Шимаи, сын Матфания, сын Михея, сын Закхура, сын Асафа». Вот почему перечисляется родословно этого человека? Чтобы показать, что это не фальшивый священнослужитель. Он точно принадлежит к их роду священников. Сектанты, они не могут нам назвать всех своих епископов, начиная от теперешних до апостолов. А исторические церкви могут это сделать, назвать всех епископов, от главенствующего теперь до времен святых апостолов. И в Писании даже говорится, что те имена, которых не найдены были в списках, то есть они не могли проследить свою преемственность, их от священства отвергали. И ниже мы читаем, что они шли с музыкальными орудиями Давида, Человека Божия. То есть Давид не только составлял псалмы, он составлял еще, точнее изобретал музыкальные инструменты. «И книжник Ездоров впереди них». То есть оркестр целый идет с инструментами, которые сделал Давид, а священник Ездоров впереди. «Подли ворот источника, против них, они взошли по ступеням города Давидова, по лестнице, ведущий на стену сверх дома Давидова, до водяных ворот к востоку». То есть очертания строений сохранялись, или отчасти сами строения сохранялись, после уничтожения Иерусалима и храма вавилонянами. Поэтому можно было сориентироваться. «Другой хор шел напротив них, и за ним я и половина народа по стене от печной башни и до широкой стены». Здесь мы видим, что Наимия идет после хоров, после священников, левитов, хотя он как губернатор, скажем так, руководил всем. Но он знал свое место. «И от ворот Ефремовых мимо старых ворот и ворот рыбных, и башни Хананелла, и башни Мэа к овечьим воротам и остановились у ворот темничных. Потом оба хора встали у Дома Божия, и я, и половина начальствующих со мною, и священники Елиаким, Моасея, Менемин». Тут перечисляются имена. И ниже, вторая часть 42 стиха. «И пели певцы громко, главным у них был Израхия». Возможно, Израхия был не дирижер, а ведущий голос в этом хоре. Солист, как бы сейчас сказали. «И приносили в тот день большие жертвы, и веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились и жены, и дети, и веселье Иерусалима далеко было слышно». Как в свое время Моисей сказал, «Пойдем с детьми нашими, потому что мы не можем исключать и детей из общественного богослужения. И здесь в радости пребывают и народ, и священники, и левиты, и князья, царим, и дети. И веселье Иерусалима далеко было слышно». И далее говорится о том, как назначены сборщики приношений для содержания храма. Это 44 по 47 стих. «В тот же день представлены были люди кладовым комнатам для приношений начатков и десятин, чтобы собирать с полей при городах части, положенной законом для священников и левитов. Потому что иудеям радостно было смотреть настоящих священников и левитов, которые совершали службу Богу своему и дела очищения, и были певцами и привратниками по установлению Давида и сына его Соломона. «Ибо издавна во дни Давида и Асафа были установлены главы певцов и песни Богу хвалебные и благодарственные. Все израилетяне во дни Зарвавеля и во дни Неомия давали части певцам и привратникам на каждый день и отдавали святыне левитам, а левиты отдавали святыне сынам Ааруна». Вот здесь видно, что народ вдохновился видом левитов, священников, видом левитов, которые пели в хорах, и народ сам принимает решение жертвовать на их содержание, потому что они поняли, что источник духовной радости для взрослых и для детей – это то служение, которое совершается во имя Бога Авраама, Исаака и Якова. Пусть и наши сердца вдохновятся тем, как священники нашего времени заботятся о нас, как они преподают нам священное писание, закон Божий, как они служат божественной службе, как они совершают требы, чтобы мы откликнулись и протянули им руку помощи. Священник всегда нуждается в ваших руках. Помните, как Моисей на битву с Маликом, когда он воздевал руки, евреи выигрывали. Когда он опускал от усталости руки, они начинали проигрывать. Тогда подошли к нему миряне и стали поддерживать его руки. Поддерживайте руки ваших пастырей, ваших духовных отцов, ваших настоятелей. От настоятеля до рядового священника. Особенно помогайте тем, которые многодетные священники, которые нуждаются реально в вашей помощи и вашей поддержке. Спасибо всех, Христос! Субтитры создавал DimaTorzok